Прежде чем Мави сможет насладиться браком с Санкаром, ее бывший муж Сидат нападает на нее, как в кошмаре. Пытаясь избавиться от ран прошлого, Мави становится все более замкнутой и начинает сомневаться в своем доверии к Санкару. Санджар снова и снова сталкивается с одними и теми же вопросами и сомнениями. Несмотря на то, что его сердце, пытающееся защитить Мави, достаточно сильно, чтобы пережить этот огонь, его борьба с разумом продолжается. Пока подготовка к свадьбе Яхи и Дуду идет полным ходом, Яхи мысленно преследует вопросительные знаки. С другой стороны, у Эльвана происходит неожиданный разговор с Халиси, которую он знает как свою мать. Он не решается взять за руку Бору, которая протягивает ему руку, когда он чувствует, что он совсем один. Гювин находит новых товарищей по игре после того, как пропустил последний гол Санджара и заполучил Мелик. На этот раз он вступает в гораздо более опасную и неконтролируемую игру. Когда для Яхи и Дуду наступит важный день, всех ждут интересные сюрпризы. Для семьи Феоглу это будет незабываемый день свадьбы. Когда Мави похищает Мелик, между ними начинает формироваться совершенно другая связь. С другой стороны, отсутствие Мелик приводит Санджара и Гювина в сильную панику и обостряет напряжение между ними. Дуду пытается оправдаться в глазах Яхи ложью, которую она перечисляет одну за другой, но недоверие между ними глубоко повлияло на Яхию. Неожиданное вмешательство Халиси удивит и Дуду, и Яхию. В то время как Санджар продолжает изо всех сил бороться за опеку над своей дочерью, связываются с очень важным свидетелем. Благодаря этой информации, которая не ускользнула от его радара, Гювин засучил рукава, чтобы разрушить все надежды Санджара. Пока Эльван пытается справиться с бурями в своем сердце, он заставляет Гюльсии поделиться своей тайной. Элван, удивленный неожиданным гостем, пришедшим в магазин, делает радикальный шаг в своих отношениях с Борой. Пока Мави и Мелик проводят время вместе, которым присоединяется Санкар, постепенно раскрываются тайны прошлого Мави. Настоящее путешествие Санкара и Мави начинается с того, что они прислушиваются к своим сердцам, Санкару предстоит пройти огромное испытание, которое ему предстоит пройти. Насильственное похищение Мелик делает несчастными всех, особенно Санджара. Охваченный отчаянием, Санджар начинает изо всех сил бороться, чтобы вернуть дочь и получить опеку. Однако самым главным, что определит окончательное решение, станет отчет социальных служб. Услышав о случившемся, Мави поддается эмоциям и отправляется к Санкару. Не в силах простить себя, Санджар противостоит Мави благодаря правде, которую он узнал. Пока Мави борется с призраками прошлого из-за случившегося, она также стоит рядом с Санкаром в его нынешней битве. Боль сделает их ближе, чем когда-либо. Гювин пытается произвести впечатление фальшивым и лишенным любви порядком, который он создал для Мелик. Жители Канака в раскаянии спешат привести себя в порядок, чтобы Мелик мог вернуться. Пока Мелик проходит различные испытания в этой новой жизни, предложенной ей, она пытается выжить ради своего отца. В то время как Санджару приходится держаться подальше от Гювин, чтобы не потерять полностью свою дочь, Мелик отправляется в приключение, полное сюрпризов, благодаря тому, кого она никогда не ожидала. На этот раз все будут шокированы развитием событий. Приезд Мелик к дедушке один заставляет Гювин попытаться превратить это в возможность. В особняке отсутствие Мелик создает серьезный кризис. Мави не оставит Санкара одного ни на мгновение, отправляясь на поиски дочери. Жизнь Дуду вот-вот превратится в ад из-за неожиданного гостя. Дуду начинает давить на Яхью, чтобы он снова почувствовал себя в безопасности. Халиси же все усложнит, когда узнает правду. Хотя Мави предлагает Санкару всю возможную поддержку в отношении Мелик, она не может не оказаться рядом с Мелик. В то время как между Мави и Мелик выстраивается тайная связь, Санджар полон решимости сделать все, чтобы быть хорошим для своей дочери. Мюги присоединяется к тем, кто протягивает ему руку помощи. С другой стороны, Гювин, который полон решимости не отказываться от Мелик, уже начал реализовывать свой секретный план. Наконец, он создает игру, используя маленькое сердечко Мелика как инструмент в своих планах. Эта игра изменит как жизнь Мелик, так и весь баланс между Мави и Санкаром. Теперь между Санкаром и Мави, которые видят раны друг друга, возникла совершенно другая связь. Даже когда у Мави возникают проблемы с полицией, Санджар не оставляет его одного ни на мгновение. Халиси, чей план с Кахроманом был сорван, решает начать другую игру. Он победит Мави не снаружи, а в особняке, где чувствует себя сильнее всего. Однако Мави не требуется много времени, чтобы понять, что она не похожа ни на одну женщину, которая раньше вошла в жизнь Санкара. В то время как беспокойство Мелик по поводу ее отца возрастает, ее неожиданная встреча с Мави затрагивает разные места в их сердцах. Даже крошечного взгляда Мелик достаточно, чтобы вызвать землетрясение внутри Мави. Пока Элван ищет новый магазин, пути его соседей Боры и Мави снова пересекаются. Пока Мави принимает неожиданное решение, Боры узнает о душераздирающей проблеме Мави от Элвана. Элван, с другой стороны, не может не задаваться вопросом о Боре. Мави, которая все еще является матерью, хотя и потеряла ребенка, на самом деле первая, кто увидел боль Мелик. Несмотря на собственную боль, он пытается поддержать Санджара в отношении Мелик. Однако Мелик, которая никогда не хочет делить своего отца, пойдет по опасному пути с болью детского сердца. Санкар и Мави просыпаются утром иначе, чем во время сна, в которой они засыпали вместе. По мере того, как замешательство Санкара усиливается, напряжение между ними также будет возрастать из-за отношения Мави. Нерешительность Халиси и Яхи по поводу ребенка ведет их по пути, который не понравится Дуду. Яхи, который больше всего на свете хочет быть отцом, понимает, что не может продолжать, не очистив свой разум от сомнений. Элван, с другой стороны, сделает первый решительный шаг к наведению порядка для себя после того, как новости о рождении ребенка повлияют на особняк. Санджар больше не может оставаться равнодушным к просьбе Мелик пройти в хижину и вынужден объяснять, почему они не могут пойти. Однако из-за неожиданной реакции Мелик на то, что он был гостем в коттедже, знакомство Мелик с Мави стало неизбежным. Мави, в глазах которого заключены и его проблемы, и тайно пересекается с другим членом особняка. Теперь он становится предметом любопытства номер один не только для Санкара, но и для жителей особняка. Санджар встречает другое лицо Мави, которое впервые слышит имя Нари. Взаимное упрямство дуэта поставит их на грань нового приключения. После встречи в хижине эта загадочная женщина смутила Санджара. Санджар, который позже встретился с женщиной, которая, по его мнению, нуждалась в помощи на пристани, поддался своему любопытству и начал исследование, когда в дело вмешался Кахроман. Таким образом, он даже не осознает, что избежал боли собственных потерь. Поскольку новость о беременности Дуду быстро распространяется, Яхи не единственный, у кого в голове возникают вопросы. Элван же начинает сомневаться в себе и своем месте в особняке перед лицом этой семейной картины, которая внезапно формируется перед ее глазами. Отсутствие Гидиза глубоко всех затронуло. Когда Мелик узнает, что он мертв, она начинает испытывать совсем другие страхи. Пока она пытается справиться с последствиями пережитого, у нее продолжают выпадать волосы. Однако Мелик полна решимости до конца скрывать эту ситуацию от отца. Пока Санджар пытается разгадать тайну.